Под Одессой выкапывают из земли и сдают как металлолом водопроводные трубы. Цена вопроса не тысячи гривен, а сотни тысяч долларов. А вот активистам, которые обнаружили это, теперь поступают угрозы. От кого и кто наладил такой хитрый бизнес, разбирались мои коллеги. Сельхозугодья под Одессой. Здесь под землей пролегает магистраль, по которой город снабжается водой. Рядом неработающая ветка водовода. Вот ее как раз и выкапывают. Обнаружили это активисты. Масштабы впечатляют. Траншея длиной в несколько километров пересекает два поля. Трубы чугунные. На первый взгляд металл в хорошем состоянии. По приблизительным подсчетам 132 секции. Примерно до двух тонн каждая. Ну плюс-минус 70 тысяч долларов только здесь. И около 100 тысяч долларов на соседнем поле. И мы должны это расценивать как кражу государственного имущества. Работающую технику активисты сняли на видео и вызвали полицию. Никаких документов водитель экскаватора правоохранителям не предоставил. А также отказался сообщить для кого. Выкапывает трубы. Работы остановлены. В лесопосадке тем временем дежурит группа мужчин. Сначала говорят охраняют поля. Зачем что просто рыбачат. О трубах ничего не знают. Я не знаю. Не надо меня снимать. Говорю все раз. Так вы же охраните здесь. Я рыбак. А вот в соседнем селе рассказывают охота за водопроводными сетями в этой местности не прекращается уже несколько лет. Их ловили, да. Ну полиция ловила. И все равно они продолжали потихоньку, потихоньку. Но это же линия резервная идет. Это если вдруг что-то с этой линией они должны запускать вторую. Одесские водопроводные сети находятся в долгосрочной аренде у одного из частных предприятий. Активисты не исключают, что работы согласованы с этой компанией. Но там все отрицают. Мы можем сказать, что данная труба не числится на балансе филиала Инфоксводоканал. И филиалу Инфоксводоканал она к счастью не принадлежит. Кто же является собственником? Сейчас это пытаются выяснить правоохранители. Активистов между тем внезапно вызвали на разговор в областное следственное управление полиции. Те поначалу обрадовались. Думали это связано с трубами. Я приезжаю, мне говорят, мы хотим в отношении вас возбудить уголовное дело. Потому что в 2016 году якобы ваши активисты были где-то на каком-то километре, там какой-то трассы. Но я так понимаю, что это типичное давление для того, чтобы мы сняли, так сказать, общественный взор с этого деяния, которое здесь происходит. По одной из версий активистов, неработающую магистраль из-за изношенности попросту списали. То ли частное предприятие, то ли его предшественник. Причем с нулевой балансовой стоимостью. Если это так, то напрашивается еще один вопрос. Кто умножил на ноль дорогостоящее имущество и нет ли здесь сговора должностных лиц? Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...